Доброе утро! В эфире канала России итоговая информационная программа «События недели» в студии Руслан Жукаев. Сход лавины в Донбай, пожалуй, самая обсуждаемая тема этой недели. Напомню, со сконной горы Муса-Читара на горнолужную трассу сошла лавина. Погиб один человек. Был обеспечен четкий алгоритм взаимодействия всех структур, обеспечивающих поиски, а следственные органы устанавливают причины произошедшего. Все подробности в сюжете Мурата Джанкезова. В понедельник в обеденное время с горы Муса-Читара на горнолыжную трассу для начинающих, так называемый «легушатник», сошла снежная лавина. Под снегом оказались пункты проката снаряжения и кафе. Шесть человек смогли самостоятельно выбраться из-под завалов, один человек погиб. Им оказался президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Дамбай Карачаева-Черкесии Хаджимурат Маршанкулов. По основной версии, на одном из склонов, где не было людей, проводились работы по принудительному спуску лавин и снежную массу направили в сторону от горнолыжных трасс. Но сейсмическая волна артобстрела или лавины и могла спровоцировать сход снега там, где лавины практически никогда не было. Стояли мы около кафе и просто услышали в звуке чего-то приближающегося. Приближались конструкции и сугробы, и сверху вот эта снежная пыль. И мы не успели забежать, мы уже все видели, но мы просто не успели. Успел только Руслан. И нас придавило, ну пыль сверху до головы и придавило вот так вот. Мужа тоже вот так вот придавило. Сами выбраться мы не могли, мы нас откопали где-то по поясу, потому что ноги все были зажаты. Будем разбирать завалы и отрабатывать все версии, чтобы не допустить нахождения там граждан. По гостиничному фонду, а также по частным домам, где могут находиться туристы, мы проводим подворовой обход совместно с Министерством внутренних дел. Данный результат показывает, что все граждане, которые находились на склонах и катались, находятся у себя в гостиницах. В день происшествия сегодня утром глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов на месте провел совещание республиканского оперативного штаба, созданного для ликвидации последствий схода лавины. Глава республики заслушал информацию всех ответственных подразделений и указал на необходимость постоянно держать ситуацию под контролем и обеспечить четкий алгоритм взаимодействия всех структур. Очень оперативно отреагировали все спасательные службы, и МЧС, и МВД, волонтеры подключились. Более 200 человек сегодня были на горе до завершения поисково-спасательных мероприятий. Средственные органы дадут оценку тому, что сегодня произошло. И посмотрим, как сработали противоловинные службы, как сработали органы местного самоуправления, и, понятное дело, как сработали спасатели. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». МЧС России по Карачаево-Черкесии информирует, что в горах выше 2000 метров лавина опасна. Существует высокая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Всех просят быть внимательными и осторожными. Мурат Шантьюзов, Расул Берди, Вести Карачаева, Черкесия, Донбай. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Имрезов принял решение наградить трех инструкторов, спасших детей во время схода лавины в Донбай. Они получили благодарность главы Карачаева-Черкесии за храбрость и мужество. Инструктор по горнолыжному спорту Мурат Байрамуков спас мальчика из Краснодарского края. Мужчина откопал себя и ребенка из снега, донес его до родителей, после чего упал без сил. Инструктор по горнолыжному спорту Замир Капушев спас пятилетнюю девочку, которую родители потеряли во время схода лавины. Девочка упала на снег, из которого выбраться самостоятельно она не могла. Молодой человек заметил ребенка, потнял ее вместе с ней, побежал вниз, где ее искали обеспокоенные родители. Инструктор по сноуборду Аслан Джириков тот самый герой, который на видео соцсетях бежит с ребенком на сноуборде, а затем загораживает собой его от лавины. Благодаря слаженным действиям парней, маленькие дети здоровыми и невредимыми были переданы родителям, ожидающих их в нижней части склона. Карачаева-Черкесия гордится каждым из вас, отметил Рашид Тимрезов. На этой неделе в республике побывал генеральный директор акционерного общества «Росагролизинг России» Павел Косов. Он встретился с главой Карачаева-Черкесии Рашидом Тимрезовым. На встрече говорили о текущем взаимодействии и обозначили вектор дальнейшей работы по технической модернизации АПК региона с помощью льготных программ «Росагролизинга». Со времен сотрудничества компания инвестировала почти миллиард рублей, поставила более 300 единиц техники. Рашид Тимрезов считает это началом, так как у республики высокий сельскохозяйственный потенциал. Очень перспективны с точки зрения обоюдного сотрудничества темы развития садоводства и мелиорации. «Росагролизинг» планирует запустить и новые акции, и предложить аграриям еще более выгодные условия для технической модернизации по аркотехнике. Фатима Даурова побывала на встрече представителей компаний и фермеров республики, где обсуждались вопросы сотрудничества. Техническая модернизация АПК региона с помощью льготных программ «Росагролизинга» – вектор дальнейшей работы и текущего взаимодействия компаний и сельскохозяйственного пласта республики. С Карачаевой Черкесии лизинговая компания работает с 2004 года. За это время в развитие агропромышленного комплекса республики было инвестировано более миллиарда рублей и 300 единиц техники. «Вы знаете, у нас вообще исторически достаточно давняя история взаимоотношений с регионом. Они начались в 2004 году, и к этому моменту общий объем инвестиций компаний составляет порядка миллиарда рублей. Не могу сказать, что это какие-то сверхъестественные показатели, но мне кажется, это очень хорошая база, с которой можно начинать продолжение наших отношений. Поэтому из нашей практики мы увидим, что субъекты, с которыми есть подписанное соглашение, местные сельхозтоваропроизводители активнее взаимодействуют при помощи, в том числе и Минсельхозов региональных, активнее взаимодействуют с компанией, больше узнают о наших программах и, соответственно, больше берут техники через «Росагролизинг». Год начать именно с «Росагролизинга», пригласили их, потому что для нас это актуально, мы аграрный регион, и для нас нужна поддержка, нам нужно поддержать наших фермеров. А у них есть хорошие программы, есть ранее бронированные, можно получить какие-то скидки от товаропроизводителей. Поэтому мы решили именно этот год начать именно с них. Тем более, мы хотим сейчас поговорить не только о приобретении техники, но и о приобретении именно животных, сельскохозяйственных животных. Это тоже возможно. С целью закрепления договоренности генеральный директор «Росагролизинга» Павел Косов и министр сельского хозяйства Республики Анзор-Баташев заключили соглашение о сотрудничестве. После начался конструктивный диалог с сельхозтоваропроизводителями Карачаева-Черкесии. Новоявленные деловые партнеры рассказали местным аграриям о программах и акциях компании, о том, как с помощью льготных программ «Росагролизинга» фермеры республики смогут обновить свой парк техники и за счет этого увеличить показатели сельского хозяйства. Много вопросов поступили от агрария в республике. Они касались мелиорации, строительства фермерских объектов, складов заморозки и хранения, ангаров, теплиц, животноводства и садоводства. Постараемся сделать пилотные проекты по строительству, по программе «Росагролизинга» по закладке садов под ключи. То есть, по сути дела, с вас, как говорит Александр, с вас земля, аванс, с нас и саженцы, и мелиорация, и градобойные сетки, в случае, если нужны, все под ключ. Вот все, 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 мы готовы это делать. И мы увидели сегодня поддержку руководства, поэтому я уверен, что мы эту тему в ближайшее время обкатаем. Программы поддержки компании окажутся весьма востребованными фермерами республики. На услышанное они отреагировали с энтузиазмом. Эта встреча полезна очень для тех людей, которые и начинают, и которые работают. Они идут навстречу для решения вопроса по технике, по закладке теплиц, по всем вопросам, которые касаются и животноводства, и другого. Они навстречу идут. Я думаю, что это плодотворно будет для тех людей, которые работают в сельском хозяйстве. На официальном сайте компании «Росагролизинг» предоставляется необходимая информация для оформления заявок. Фатима Дурова, Алибастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Время рекламы, а после мы продолжим выпуск. Все, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Фейерверк новогодних скидок продолжается. До 40% на все. Куртка в подарок. Ветские меха. ТЦ «Панорама». Первый этаж. Город Черкесск. Уважаемые налогоплательщики, информируем вас о проведении Федеральной налоговой службы отраслевого проекта «Общественное питание» с целью выведения сферы общепита из тени. В рамках проекта налоговые органы Карачаева-Черкесии с января 2021 года проводят мероприятие по выявлению налогоплательщиков в сферы услуг общественного питания, нарушающих требования законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники. Проверки проводятся методом риск-ориентированного подхода по итогам мониторинга объективности, отражаемых результатов финансово-хозяйственной деятельности сферы общепита и только в отношении недобросовестных налогоплательщиков, не фиксирующих выручку через контрольно-кассовую технику в полном объеме. Подробнее о критериях отбора налогоплательщиков для проверок и правилах применения контрольно-кассовой техники на сайте Федеральной налоговой службы России www.nalog.ru Глава Республики Рашид Тимрезов в Пятигорске принял участие в рабочем завещании с начальником управления федеральных дорог Кавказа Русланом Личхаджиевым. На встрече подвели итоги дорожных работ в 2020 году. В Карачаево-Черкесии был выполнен значительный объем работы. Из крупных объектов с двух до четырех полос расширены 11 километров федеральных дорог. Работы вели с подъездных дорогах к Черкесску от Пятигорска и Невномыска. Дорожники Упордор-Кавказ завершили первый этап капитального ремонта на двух участках от Стелла-Черкесск до железнодорожного переезда и на отрезке от Дельхалк-Адагехабль. Второй этап введут в эксплуатацию к концу 2021 года. Капитально отремонтированы два моста Баули Верхняя Тиберда и в городе Тиберда. В 2020 году слоями износа защитили 43 километра трасс на пути к Черкесску и курорту Дамбай. В 2021 году планируется приступить к расширению до четырех полос 12-километрового участка подъезда к Черкесску, а также капитально отремонтировать два моста на пути к горнолыжному курорту Дамбай через реки Аманаус и Дамбай-Юльге. Стартует еще один крупный проект. Начнется строительство четырехполосной дороги Черкесск-Лермонтов. Также в этом году продолжается проектирование обездной дороги маршрута в обход Черкеска. Рашид Тимрезов поблагодарил Руслана Лешхаджиева за большой вклад в развитие дорожной сети республики, ее социально-экономическое развитие и благоустройство и вручил ему орден за заслуги перед Карачаево-Черкесией. В Черкесске состоялось торжественное вручение ключей от новых легковых автомобилей медицинским работникам центральных районных больниц. Современные машины позволят обслуживать пациента, проживающих в труднодоступной местности. Подробности у Мурата Джанкезова. В рамках федеральной программы модернизации здравоохранения до 2025 года первые 24 новеньких «Лада Гранта» и «Нивы» распределили по районным больницам. Эти автомобили предназначены для медицинских организаций центральных районных больниц, оказывающих первичную медицинскую помощь и расположенных в сельской местности. 27 декабря была видеоконференция Рашида Борисбеевича и Михаила Бельча-Мурашко, министра здравоохранения Российской Федерации, где был обозначен вопрос о получении этих автомобилей. И нам разрешили желаемое количество, которое мы писали в программе модернизации, оставить. И мы теперь их поэтапно получаем, эти автомобили. Трудно переоценить роль служебного транспорта в работе первичного медицинского звена. Водители и главные врачи с интересом осматривают машины и тут же на месте принимают решение доукомплектовать авто средствами связи. Классно. А там радио есть? Нету, да? Нет. Придется мне по радио подарить. Подарить? Новые автомобили будут использоваться для консультации пациентов врачами, находящимися в других медучреждениях. Доставки пациентов из труднодоступных мест для перевозки анализов, биоматериалов и так далее. Мы регулярно получаем автомобили скорой помощи. Благодаря тесной работе министра здравоохранения активно содействует. Мы получаем автопарк уже гораздо ощутимо в лучшую сторону изменений есть в автопарке. И вот была необходимость в лиховом автотранспорте. Лиховые мы вот. И благодаря руководству региона Рашиду Борисповичу год был объявлен годом медицины. Начало года очень вдохновляет. У нас была проблема постоянно с гемодиализными больными, доставкой биоматериалов. Но так как этот год объявлен годом здравоохранения в нашем регионе, мы надеемся, это уже хороший знак. И что если так будет дальше продолжаться, парк легковых автомобилей будет обновлен. В рамках федеральной программы модернизации здравоохранения до 2025 года учреждения первичной медицинской помощи получат 64 легковых автомобиля. Рождение ребенка – важный шаг в жизни человека. Чтобы малыш родился без осложнений, будущей маме стоит позаботиться о своем здоровье на этапе планирования беременности. Это сложнее всего сделать в период пандемии новой коронавирусной инфекции. Как уберечь себя и насколько страшен COVID-19 для будущих мам, узнавала Альбина Ламкова. В последнее время реже встречается такое понятие, как «случайная беременность». Теперь входит в моду планирования. А особенно необходимо об этом позаботиться в период пандемии коронавируса, чтобы не было никаких рисков в ожидании малыша. Сейчас в республике на учете у врачей по беременности находится более 2,5 тысяч будущих мам. Под наблюдением за все это время находилось более 1100 человек с вирусными инфекциями. В том числе 560 из них. Диагноз подтвердили. Информация по ним ежедневно передается на российский портал. Крепкое здоровье мамы – гарантия рождения здорового малыша. А риски заразиться коронавирусом такие же, как и у всех. Просто в этот период необходимо соблюдать все санитарно-эпидемиологические меры, рекомендованные Распотребнадзором. А самое главное – ограничить количество визитов в лечебные учреждения. И увеличить число консультаций по телефону и онлайн, если нет необходимости в личном посещении врача. Риски, конечно, существуют. Беременность, как и любое другое состояние, которое сопровождается, так скажем, снижением иммунитета, является фактором риска не только развития этой инфекции, но и гораздо более тяжелого ее течения. Контроль за беременными со стороны врачей в период пандемии увеличили. Совместно с лечащим врачом-гинекологом будущих мам с момента их постановки на учет наблюдают и терапевты. Также подключена служба скорой помощи. А для ситуации, когда беременной требуется стационарное лечение, действует госпиталь. В нем сейчас получают лечение 162 человека. Специалисты говорят, что на сегодняшний день нет подтвержденных фактов о том, что болезнь матери как-то скажется на здоровье будущего ребенка. А передачи вируса при рождении малыша врачи исключают. Ребенка после рождения мы сразу тестируем, проводим исследования методом ПЦР на ковид-инфекцию. Все 64 ребенка, которые родились у нас в госпитале с апреля месяца, были отрицательными. Во время беременности иммунной системе матери очень сложно. А если имеются хронические заболевания, угроза переболеть коронавирусом в тяжелой форме увеличивается в два раза. Нередко эти показания служили причиной для прерывания беременности. Конечно, хотели, чтобы эти риски были минимизированы. Но это не в силах медицинских работников. А жизнь продолжается. Создаются новые пары. В этой ситуации, наверное, единственным выходом является вакцина, которая наконец-то появилась в широкой доступности для населения. И мы возлагаем на нее очень большую надежду. Важно помнить, планирование беременности – очень ответственный и серьезный шаг. Главное – знать, что нет ничего прекраснее материнства. Идти к своей цели правильным путем, и тогда все планы осуществимы. Альбина Ламкова, Лебастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. История 9-месячного Магомеда Тюбеева из Кабардино-Балкарии в эти дни объединила сердца сотен тысяч неравнодушных людей всего Кавказа. У ребенка редкое генетическое заболевание – спинально-мышечная атрофия. Сбор средств закрыт, так как уже собрана необходимая сумма. О широкомасштабной акции в Карачаево-Черкесии, призванной помочь спасти малыша, расскажет Ахмат Халкечев. Как говорят специалисты, дети с этим диагнозом без лечения не доживают и до двух лет. Но всего одна инъекция уникального препарата Зонсгенсма должна остановить болезнь и вернуть малышу способность дышать самостоятельно. Цена дорогостоящего лекарства для семьи мальчика неподемна. Но во имя спасения самого ценного для каждого человека детской жизни, сотни, а то и тысячи неравнодушных людей в обеих республиках решили в буквальном смысле слова выйти на улицы. И это, невзирая на все сложности, вызванные зимней непогодой. У каждого есть ребенок. И понимаешь, что этому ребенку нужна помощь. И, ну, как, хоть холод, хоть снег, хоть грязь, без разницы. Главное – помочь ему. Аллах, Айца Инша, Аллах, мы им поможем. Сейчас Магомед Тюбеев в реанимации. Он был доставлен туда в тяжелом состоянии в трехмесячном возрасте. Две трети своей жизни малыш уже провел в стенах лечебного учреждения. Сейчас ему всего-то девять месяцев. Мальчик подключен к аппарату искусственного дыхания. С каждым днем мышцы ребенка слабеют, что, в свою очередь, подстегивает волонтеров активизироваться еще сильнее. Люди неравнодушные. Это радует. И туристы, и местные. Ну, в смысле, они видят вот, да, плакат. Сами останавливаются, дают, ну. Нередки и случаи, когда люди жертвуют не просто большие суммы, а дают то, что у них есть на данный момент на руках. Как рассказывает Рамазан Узденов, сотрудник благотворительного фонда «Территория милосердия», который координирует работу волонтерских групп в Карачаево-Черкесии, многие, просто не найдя иного способа поддержать малыша, снимали с себя ювелирные украшения. И не только. Был даже такой случай, что один парень вышел из своей машины, отдал ключи и говорит, это все, чем я могу вам помочь. Вот отдал ключи машины, продайте машину, сделайте все, что хотите. И это тоже не единственный случай. Мы видим, как, допустим, в Инстаграме, в соцсетях население активно, можно сказать, не по красной цене, а даже ниже цены продаваемой, продает то, что может продать. Кто-то машину продает, кто-то скот хозяйственный продает, кто что. И все стараются помогать в этом сборе. Даже есть случай, здесь у нас в Черкесске человек продал абсолютно новую квартиру, не заселенную, то в новостройке. Полностью все деньги от этого прибавил к этому сбору. На данный момент уже собрана значительная часть необходимой суммы, свыше 143 миллионов рублей. Акция продолжается. Непростая история мальчика объединила в едином паре людей разных возрастов, национальностей и вероисповедания. Все спешат помочь Магомедику, у которого после спасительного укола начнется новая жизнь, в котором малыш сможет самостоятельно дышать, сидеть без опоры и даже ходить. Ахмат Халкечев, Расул Бердеев, Вести Карачаева, Черкесия. В республике Дагестан исполнилось 100 лет. С юбилеем Братский регион от имени многонационального народа республики поздравляет глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов. Необыкновенная красота природы, богатейшая история и культурное наследие народов делают этот уголок по-настоящему уникальным и притягательным. Сегодня регион преображается и развивается во главе с опытным и грамотным руководителем Сергеем Меликовым. Желаю процветания и дальнейших успехов, говорится в поздравлении. В рамках празднования столетия и в соответствии с подписанным ранее соглашениями состоялся визит делегации республики Дагестан в школу номер два города-курорта Тиберда. Учебное заведение названо именем Магомеда Халилова, уроженца Дагестана, который более 40 лет посвятил становлению и развитию тибердинской школы. Подробности у Мурата Джанкёзова. После обязательных антикоронавирусных процедур традиционно чаша Ирана встречают гостей ученики и педагоги школы. Ах, Дагестан, страна прекрасных гор, страна ветров, озёр великих. Так удивительно широк её простор, приветливые людские лиги. Кто побывал один лишь только раз, увидев красоту земную, оставит память в сердце тот Кавказ, который манит, радует, чарует. Затем гостей пригласили осмотреть пришкольный музей. Опытные экскурсоводы, ученики школы рассказали об истории достижениях учебного заведения, которые неразрывно связаны с именем выдающегося педагога, народного учителя, заслуженного учителя Карачаева-Черкисии Магомеда Халилова. 40 лет он проработал директором школы. Магомед Смайлович – это эпоха. Это эпоха такого большого отрезка времени. Нужно сказать, прекрасного, гражданного отрезка времени. Мы работали с Магомедом Смайловичем, многие сидящие здесь. Нам посчастливилось работать вместе с ним по 20 лет, по 30 лет. Это были незабываемые годы. Магомед Халилов имеет аварские корни. Его предки жили в селении Хубар Казбековского района Республики Дагестан. Встреча в Тибердинской школе была организована постоянным представительством Республики Дагестан в Карачаево-Черкисии и проводится в рамках 100-летия образования Республики Дагестан. Халилов, вы, наверное, знаете, у него корни были дагестанские, и он всегда говорил, что он в Дагестан. Я сам был лично с ним знаком, поэтому спокойно. Мы просто это всё вспомнили и решили эти мероприятия провести именно в этом городе, в этой школе. За последние два десятилетия заметно укрепились связи между республиками. Побратимами стали города Карачаевский Дербен, Карачаевский городской округ и Левашинский район. У нас есть такой же договор с Малокарачаевским районом Республики Дагестан и с Ун-Цукульским районом Республики Дагестан. И почему именно с Ун-Цукульским? Потому что в Малокарачаевском районе, наверное, все знают, в поселке Пермайский похоронен сын имама Шамиля Мухаммад Шефи. Гости подарили школе большой макет аварского аула, выполненный искусными мастерами. Ну, а школьники подарили гостям памятные сувениры. Мурат Жантьюзов, Расул Бергей, Вести Карачаева, Черкесия, Тиберда. Алана и Асы. В Москве вышла свет книга об истории древних аланов. На 348 страницах собраны результаты исследований и информации, которая была собрана, можно сказать, со всех уголков цивилизованного мира. Упоминания об аланах раскинулись от греческих писаний до древнерусских летописей. Также во всех крупных ближневосточных странах. Автор книги Ахмат Глашев потратил 10 лет на то, чтобы воедино собрать весь материал, и теперь результат его трудов доступен для всех желающих. По словам автора, книга даст ответ на вопросы генетической и этнической принадлежности карачаево-балкарского народа к древним аланам. К изаню готовится еще одна книга Ахмата Глашева. Вопросы истории карача-балкарского народа, они сейчас часто рассматриваются различными специалистами. И, конечно, такой краеугольный, я бы сказал, камень, или важнейший вопрос, это этническая или генетическая связь карача-балкарского народа с аланами. И в последнее время этот вопрос становится очень важным, и разгораются жаркие споры, тем более в свете последних данных генетиков, археологов и письменных источников, которые по-новому уже заиграли в свете последних исследований. Поэтому родилась такая книга, такая работа, обобщающая, наверное. Возможно, это на сегодняшний день первая обобщающая работа в аланах, и именно в контексте того, что аланы являются предками карача-балкарского народа. В республике заработала единая группа телефонного обслуживания в службе судебных приставов. Создан единый номер, по которому может обратиться каждый желающий, в том числе и юридическое лицо, для получения информации по вопросам от начальника к компетенции приставов. В нынешний период пандемии эта услуга особенно актуальна. Граждане могут узнать необходимые сведения об исполнительном производстве, не покидая стен своего дома. Также на официальном сайте республиканского управления расположены единые телефонные номера группы обслуживания всех органов Федеральной службы судебных приставов России. В управлении Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской республике создана группа телефонного обслуживания. Для группы телефонного обслуживания установлен единый номер телефона 8-8-7-8-22-1-56-18. И график работы ежедневно, то есть в рабочие дни с 9 часов до 13 часов и с 13-45 минут до 18 часов. День рождения на этой неделе отметил наш телеканал. Коллектив ГТРК Карачаева-Черкесия с 28-летием образования поздравил глава республики Рашид Тимрезов и пожелал творческих успехов. На студии телевидения работает более 100 человек. Это журналисты, телеоператоры, режиссеры, видеоинженеры и другие специалисты. С первого дня наш телеканал сразу же стал символом республики, потому что народы получили возможность смотреть программы на родных языках. А сегодня с приходом цифрового телевидения в каждом населенном пункте, в каждом доме наши преданные телезрители смогут смотреть информационные выпуски. Вести Карачаева-Черкесия, Вести в субботу, События недели, Утро России, программы национального вещания как на русском, так и на родных языках. Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Я смотрю телевидение. Я человек старых взглядов. Не в интернете новости смотрю, я вообще люблю смотреть телевидение. Вот за наше телевидение очень рада. Желаю вам всяческих побед, дальнейшего процветания, чтобы все у вас было хорошо. С днем рождения вашего телевидения и нашего тоже. Потому что действительно для вас тоже праздник, для меня тоже праздник. Вообще радостное настроение. Что бы я хотел видеть? В телевидении все правду показывать. Вот эти злободневные проблемы, которые волнуют каждого жителя Карачаева-Черкесии. Приятно иногда посмотреть о нашем городе, вообще о событиях и новостях. Так ждем, ну смотрим, а как же не смотреть-то? Как? Времени обычно бывает не очень много смотреть телевизор, но когда есть время, то очень нравится канал нам. Мы всегда спрятываем. Новости тоже нужно знать, что делает у нас в городе. Ну я вас поздравляю с праздником, с вашим... Ну а что сказать? Добра, счастья, любви и вам процветания. Честно говоря, я с большим удовольствием смотрю ваши новости. Мне очень нравится. Всем жителям Карачаева-Черкесской республики нравится смотреть ваши новости. Потому что есть плохие новости, а есть плохие новости. Но больше всего у нас плохих новостей. Желаю телеканалу «Россия» процветания, стабильности и таких же плохих новостей. Поздравление с 28-летием нашего телеканала из Москвы направил наш коллега, журналист и телеведущий, а также депутат Государственной Думы Евгений Ревенко. Дорогие коллеги, позвольте поздравить вас с очередным днем рождения замечательной телекомпании ГТРК Карачаева-Черкесии. Мы коллеги, бывших журналистов, как известно, не бывает. И да, депутаты Государственной Думы никогда себя тоже не отделяют от той профессии, которой занимались в недавнем прошлом. Я тоже журналист. Евгений Ревенко, прошлым ведущий программы «Вести недели». Я ваш. Я искренне вас поздравляю. Я рассчитываю на ваше развитие. Все мы занимаемся очень важной, очень большой работой. Мы информируем наших замечательных зрителей, нашу аудиторию о том, что происходит в стране, в мире и, конечно же, в вашем регионе. Благ вам всех, процветания и успешной работы. Это вся информация, подготовленная нашими корреспондентами к итоговой программе «События недели». Я благодарю вас за внимание и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!